Друзья, снова всем привет, это я, Андрей Гавриков, и мы продолжаем цикл мастер-классов, посвященных разработке стратегии электронного маркетинга для B2B-компаний промышленных производителей, для настоящего реального сектора бизнеса. Мы с вами в трех предыдущих мастер-классах завершили блок, который я называю такой базовый, фундаментальный. Мы с вами разобрались с позиционированием компании, с целью, с сегментами целевой аудитории, мы с вами разобрались с конкурентами, исследовали их, мы с вами разобрались с текущей ситуацией по интернет-маркетингу внутри компании, провели какие-то определенные аудиты. То есть у нас уже есть определенный с вами фундамент. Следующая задача для того, чтобы нам разработать эффективную стратегию электронного маркетинга, нам нужно, скажем, пойти вглубь каждого из инструментов, которые есть, и понять, можем ли мы там находить наших этих клиентов, как мы их можем находить и что мы с ними в дальнейшем будем делать. Поэтому следующие несколько передач у нас будут посвящены такому легкому экспресс-погружению в каждый из инструментов электронного маркетинга. Сегодня мы с вами будем говорить про поисковый маркетинг. Что я подразумеваю под этим термином, вообще в принципе, это не только продвижение в поисковых системах, это и контекстная реклама, это и контекстная медийная сеть, баннеры, отработка в поисковых системах, это и показ компаний на картах, это использование Яндекс.Маркета, это продвижение по картинкам и по видео. На этапе разработки стратегии нас глобально интересует по большому счету такая история, как подбор спроса, то есть как нас люди в принципе могут найти в интернете через поисковую систему. Понятно, что если мы с вами соберем вот это так называемое семантическое ядро, мы уже можем его использовать и для нашего сайта с точки зрения SEO-продвижения, и для контекстной рекламы опять же. Давайте об этом сегодня с вами и поговорим. Вообще у поискового маркетинга, у поискового продвижения существует глобально 5 ролей, то есть роль первая – это продающая, когда мы работаем с сформированным спросом, когда собственно ищут какой-то определенный наш товар, услугу со словом «купить», «не купить» – это те люди, кто уже конкретно хотят приобрести этот товар. Есть несформированный спрос, когда у людей есть проблема, но они пока еще не знают, как ее решать, и они ищут решение этой проблемы языком проблемы, а не языком предмета товара, который ее решает. Есть, опять же, конкурентный спрос, когда определенная категория клиентов ищут продукцию наших коллег по цеху. Опять же, отзывы, информация о компании, мнение определенного в интернете, которое есть в поисковых системах. И брендинговая роль мы ее обсуждать в принципе не будем, но я вкратце скажу, частенько такую ошибку видел, когда компания, крупный производитель каких-то строительных материалов, чего-либо еще в регионах дает рекламу активную, самих сайт совершенно ужасный, не оптимизирован, ничего, там какая-нибудь страничка, заглушка. И по этому бренду приходят все на сайт непосредственно дилеров, а не на головную компанию. И компания в принципе не может достаточно полно измерить результаты этой рекламы. То есть, если бы приходила на их площадку, а потом уже на дилеров распределялась, можно было бы понять, насколько опять же эта реклама сработала. Окей, ну мы с вами поговорим там о первых четырех пунктах сегодня. Первая продающая роль – работа с сформированным спросом. Опять же, мне повезло, как бы да, я не стал изобретать ничего нового, очень замечательно, классно описали, описал подход к формированию сформированного спроса Василий Смирнов в своей книге «Прибыльная контекстная реклама» издательства Man Иванов Эбер. Я не буду все здесь перечислять, опять же да, в презентации все это дело можно будет скачать. Вкратце давайте просто пробежимся по пунктам к тому, как подбирается вот это ядро конкретно транзакционное, да, подпродажа. Ну, сначала мы садимся, да, и начинаем ломать голову себе, своим коллегам, знакомым, там, у клиентов узнаем «Слушайте, а как вы ищете нашу продукцию, товар? Как вы это вообще называете? Как это теоретически можно было бы делать?» Следующее точное название прямо продукта, как оно есть там. Холодильник такой-то, такой-то. Номинование групп продуктов, там, бытовая техника, артикулы конкретной модели, холодильник Samsung такой-то, такой-то. Производитель, там, Samsung, да, синонимы какие-то, там, холодильная камера, что-то еще там и так далее. Другие части речи, да, когда говорим про страховку, например, здесь страхование, однокоренные слова, аббревиатуры, слияние слов, уточнение с предлогами и без, дополнительные хвостики-добавки, да, там, купить, продать, опт, цены, там, и так далее. Опечатки всевозможные, сленг, жаргон, ну и важно тоже понимать свои минус-слова, то есть те слова, в сочетании с которыми это слово не является ключевым для нас, важным. Это все, что касается работы, скажем, с сформированным спросом. Опять же, как это дело может выглядеть на практике, компания составляет для себя такой майндмэп, тоже советую вам это сделать, и по основным направлениям разобраться, да, там, как клиенты могут искать ваш товар, что им нужно, да, какие, скажем, запросы они для этого используют. Ну, например, здесь вот в качестве примера кусок такого майндмэпа для компании, которая торгует стальными дверями. Люди могут искать, там, вот эту дверь, там, по определенным дополнительным кем-то обществе, там, с домофоном дверь, с ковкой, там, с элементами ковки, да, готовая дверь на заказ, по типу установки, дом, дача, там, и так далее. То есть здесь мы включаем свою фантазию, да, инструмент аналитики, о них чуть дальше поговорим, и подбираем всю вот эту возможную семантику, которая ведет к конечным продажам уже. Следующий тип спроса, который нам может быть интересен в рамках разработки нашей стратегии – это несформированный спрос. То есть это когда люди ищут не конкретно наш продукт и товар. Они ищут либо что-то в смежных темах, ну, например, мы продаем стальные двери, да, но нам интересно находиться в выдаче по запросам, таким, как связано, например, как правильно уложить ламинат, как правильно поклеить обои. Почему это важно? Ну, потому что по статистике 60% людей, которые делают ремонт в квартире, они меняют у себя стальную дверь, да, опять же. И мы в рамках вот этого полезного контента про там ремонт в квартире, да, мы можем, опять же, предлагать свои двери, подписывать людей на свою рассылку, на свои группы в социальных сетях, в группы ретаргетинга вносить в дальнейшем уже и работать с ними. Понятно, что такой клиент, он будет в итоге, как бы, стоить дороже, чем тот, который сформированный спрос. Но если компания хочет быть лидером на рынке, да, если она хочет охватывать те сегменты, куда не лезет конкурент, это надо делать. Ну и все, что касается с вопросами, которые люди задают в поисковой системе. Как правильно измерить артериальное давление? Что лучше, холодильник такой-то там или вообще там сделал себе какой-нибудь там подвал, да, охлаждающий там, я не знаю там. И прочее, прочее. То есть все вопросы, которые задают люди, но не по конкретному товару. Пример, как это может выглядеть на практике. Возьмем с вами такую тематику, как 3D-печать. Ну, например, мы смотрим, что за там 2014 год, сейчас точно уже не скажу, за какой месяц у нас, там 68-69 тысяч обращений по запросу 3D-принтер, 3D-печать, 10 тысяч запросов, там мы 4 тысячи 3D-сканер, людей спрашивают, да, условно. Если же мы с вами полезем в несформированный спрос, да, то есть в те тематики, в те отрасли, где людям в принципе может быть полезен наш 3D-принтер, там украшения своими руками, бижутерия, аксессуары, да, макетирование всевозможное, там дизайн, разработка там, я не знаю, там оттисков, там какие современные технологии, там оттиска зубов, там эти как это называется у стоматологов, я не знаю То есть весь тот спрос, все эти люди, которым в принципе может быть полезен наш продукт, и здесь мы видим совершенно другие цифры, да, и если мы будем сравнивать вот пирог, условно говоря, по сформированному спросу, да, то, что рассматривали на первом слайде, мы увидим, что там порядка 83 тысяч запросов, а если будем рассматривать несформированную, то этих запросов там почти в 3,5 раза больше. Понятно, что там и конверсия будет совершенно другая, да, как бы, но это опять же те клиенты, которые будут ваши, да, которым вы сможете с помощью контент-маркетинга подружить с вашим брендом, подружить с вашей компанией, да, то есть они будут приверженцами вашей компании. Окей. Следующий тип спроса, который нас интересует, это конкурентный. Запросы, по которым могут искать конкурентов по названию бренда, продукции, их опять же, да, по названию там категорий каких-то смежных других. Ну, например, смотрите, компания, опять же там кейс нашей реальной компании, которая занимается продажей аэросаней. Запросов, которые связаны с этими аэросанями не так уж и много, да, там порядка 24 тысяч, но пошли по другому пути, мы пошли от проблематики, да, мы поняли, что клиентам нужно, да, как бы, какой они решают проблему, клиент решает проблему передвижения по пересеченной местности. Соответственно, кто является здесь конкурентом? Аэролодки, снегоходы, вездеходы, болтоходы, аэроглиссеры, там и так далее, и так далее, и так далее. Таких запросов порядка миллиона, и когда была собрана вся семантика вот по конкурентным запросам, размещена на сайте, это позволило, опять же, достаточную долю клиентов привезти. То есть в ноябре 2014 года удалось загрузить производство на весь 15-й, и огромную роль, скажем, сыграла здесь работа именно с конкурентным спросом. Опять же, да, ну в большинстве тематик мы не можем прямо так наглую взять и разместить бренд какой-то компании. Для этого, понятно, нам надо в стратегии продумать там создание какого-нибудь блога там про общую отрасль, про всю нашу отрасль, создание какого-нибудь информационного портала, где будут размещены статьи, сравнения, обзоры там и так далее, где мы будем получать людей на запросы конкурентов, уже добавлять в базу ретаргетингов, подписки и работать с ними дальше. Это совершенно нормальная распространенная практика. Следующий момент – это работа с отзывами и мнениями. Составляем список площадок, где есть какие-то упоминания тоже нашей компании. Нам это нужно будет для того, что в стратегии, если какие-то у нас там будет негативные отзывы отработать, если отзывов там нет, пуст, в принципе, попросить клиентов там эти отзывы оставить. По каким поисковым запросам, связкам мы это делал все ищем? По названию компании плюс отзывы, по названию компании, в принципе, там по фамилиям и отчеству руководителю, там ключевых персон всех компаний, кто есть. По названию сайта, по адресу офиса, по электронной почте, по домену. То есть смотрим, где везде натоптали в интернете с нами по большому счету. Есть упоминания компании. То есть нам здесь надо это понять. Для того, чтобы, как я уже говорил, либо в дальнейшем этот негатив отрабатывать, либо если нет никакой информации, надо будет просить клиентов, чтобы они эти все-таки отзывы выставляли. Следующий полезный пункт при составлении всей нашей семантики – это посмотреть, что по запросам есть конкурентов. Вдруг мы что-то забыли. Есть, опять же, замечательный сервис типа Spywords, где мы можем зайти и посмотреть, что у нашей компании, например, всего 77 запросов, сейчас там в топе находится и видно, по которым мы продвигаемся. А у компании номер один в отрасли их почти 4000. Никто нам не мешает с помощью того же мегаиндекса, сейчас дальше о сервисах поговорим, эти запросы выяснить и, соответственно, уже двигаться дальше. После того, как мы с вами все эти запросы собрали, мы их кластеризуем, разбиваем на логические кластеры, на блоки для того, чтобы потом какие-то продающие запросы размещать на страничке под продаж, запросы информационные размещать в нашем блоге, в нашем информационном портале, запросы с отзывами работать по внешним площадкам. И после того, как мы с этими кластерами разобрались, мы, как я уже проговорился чуть ранее, распределяем по тем площадкам, где мы их использовать будем. Какие тематики и направления у нас пойдут на свой сайт, что информационное пойдет на свой блог, возможно, форум какой-то на свой отраслевой портал, если это надо будет делать, если там огромный несформированный спрос, какие-то, возможно, внешние площадки с отзывами, с компанией, с брендами конкурентов, что-либо еще. Опять же, прогнозируем по продающим нашим запросам примерный бюджет на контекстную рекламу. Заходим в эти все прогнозаторы, которые есть от Яндекс, от Гугла, от SEO пульта, от ELAM, и смотрим примерно, сколько это будет стоить. Понятно, что это все совершенно на глазок, и опять же скажу, я не специалист по контекстной рекламе, здесь уже надо смотреть коллег, которые более опытные в этом. Но хотя бы примерно понимать масштаб бедствия, к чему нам, возможно, готовиться, если мы хотим достигнуть каких-то амбициозных целей в нашей тематике. Что имеем мы в итоге на руках после вот этих вот всех работ с SEO-ядром? Это, конечно, презентация все звучит достаточно быстро, да, и просто по факту это занимает там несколько дней, а то и недель, если очень большая тематика. И работа достаточно такая на внимательность, на логику, на пытливость ума, да, опять же, находить какие-то сегменты поисковых запросов, которые конкуренты не используют. Достаточно непростая эта тема, но если мы это сделаем, что мы имеем на руках? Своё текущее ядро, по которым мы сейчас видны, что у нас есть, куда мы можем расти по сформированному спросу, по несформированному спросу, по другим, по конкурентному спросу. Можем понимать, собственно говоря, на каких площадках мы можем получать этот трафик, да, там на своих, на внешних, и примерно уже будем с вами понимать ориентиры по бюджету на контекстную рекламу для того, чтобы после стратегии уже эти бюджеты как-то закладывать. И мы смогли с вами варьировать, да, в итоге, какие инструменты выбираем в первую очередь, какие во вторую. По инструментарию. Значит, по подбору семантики, ну, соответственно, классика жанра от Wordstat от Яндекса, самый такой, наверное, один из самых крутейших инструментов – это KeyCollector, платный инструмент, там, по-моему, порядка 50 долларов за одну лицензию, за несколько дешевле. По подбору семантики, опять же, у нас мы пользуемся базой пастуховой, есть такая, это уже высший пилотаж, да, для SEO-оптимизаторов. По анализу семантики конкурентов – это MegaIndex, насколько я помню, они уже сняли это ограничение в 1000 запросов. SpyWords – платный сервис, там, от двух, по-моему, до 5000 рублей, в зависимости от пакета, который мы выбираем. По семантике есть еще сервис, вот недавно я тоже узнал такой «Одводка», называется, .ru. Пока толком не тестировал, но доступа есть, в ближайшее время это сделаем. Прогнозы по бюджетам, опять же, в планировщике Гугла и от Яндекса, и опять же, мы можем прогнозы по контекстной рекламе посмотреть в SEO-пульте и в E-Lam. Это вот, скажем, вся та информация, которую нам на этапе разработки стратегии электронного маркетинга для нашей компании будет достаточно, для того, чтобы не уходить в какие-то дебри глубинные, не тратить там супер-пупер огромное количество времени. Опять же, если у нас огромная семантика, огромное ядро, то нет, наверное, смысла нам полностью там все досконально, десятки тысяч этих запросов прописывать, собрать хотя бы какие-то основные маски, да, и понять примерный объем, который этих запросов будет, для того, чтобы уже потом, в дальнейшем, после разработки стратегии, перед разработкой сайта нам планировать эту структуру и работы на собрание полной этой семантики. Что почитать, ресурсы в интернете я никакие рекомендовать не буду, в принципе, они все и так известны, на одном из них вы сейчас тоже смотрите записи этого мастер-класса. Если нужно порекомендовать что-то еще, опять же, да, форум Search Engines, блог, там, Дивака, я не знаю, там, например, там другие какие-то, пишите в Facebook, в общем, порекомендую. Я уже сам руками от SEO отошел, наверное, года как три-четыре назад, смотрю, это все дело со стороны, на уровне, скажем, менеджмента только участия в этих проектах и логики маркетинга и стратегии построения. Что почитать, вообще, в принципе, интересно и полезно на эту тему есть. Ну, по контекстной рекламе есть две, на мой взгляд, совершенно замечательные книги, которые разжевывают все досконально. Первая книга – это «Прибыльная контекстная реклама» от Василия Смирнова. Здесь вот как раз-таки про уровень стратегии. Здесь нет пошагового алгоритма, как зайти в Яндекс.Директ и настроить там что-то. Здесь конкретно книга про подход к рекламе, как это правильно делать, как правильно связывать с сайтом, как правильно подбирать запросы. По Google AdWords – контекстная реклама, которая продает. И по SEO-продвижению от InGate достаточно неплохая энциклопедия, где достаточно подробно расписано, что делать с сайтом для того, чтобы продвигать. Понятно, что есть другие источники, есть другие книги, но это вот те, скажем, на которых я обращал внимание, которые читал, которые, в принципе, можно для базового уровня спокойно рекомендовать и углубляться в них. На этом наш сегодняшний мастер-класс завершен. Какие-то у вас будут вопросы, пишите в Facebook, на email, презентация будет выложена на канале SlideShare маркетинга группы Комплекта. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!